Жителям дома номер один по проспекту строителей установили лифт после 20-летнего его отсутствия. Это стало возможным благодаря программе модернизации ЖКХ-2020. Жильцы дома довольны, несмотря на то, что кредит им придется выплачивать на протяжении 10 лет. Алина Акбаева расскажет подробнее. Зоя Кваса в этом доме по проспекту строителей живет уже 30 лет. 20 из них ей приходилось подниматься по лестнице пешком. Это заставляло много трудностей, особенно когда в руках сумки и пакеты. Приходилось по несколько раз делать передышки. Поэтому Зоя Квасова рада, в их подъезде появился лифт, несмотря даже на долгосрочный кредит. В нашем подъезде проживают все категории. Есть и пенсионеры, и молодые, и беременные, и дети. И благодаря этой программе, благодаря тому, что мы восстановили лифт, сейчас будет очень удобно нам. Во-первых, это было очень тяжело подниматься. Допустим, я живу на седьмом этаже. Ну, с остановками поднимались. А сейчас мы очень благодарны, что мы попали в эту программу. Лифт установлен по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства 2020. Теперь жители будут выплачивать в месяц от 2 до 3 тысяч тенге в течение 10 лет. Кроме того, у каждого жильца есть свой электронный ключ, на который нужно закидывать деньги. Стоимость одной поездки в лифте составляет 9,5 тенге. Программа развития регионов работает уже с 2011 года. Суть программы в том, что жильцы получают беспроцентный кредит от государства. Здесь от государства выступает оператор. Это специализированная полномышленная организация. То есть мы финансируем эту программу до 15 лет. Минимальный срок 8 лет. Преимущество программы в том, что каждый из жильцов платит только за себя. Он не отвечает за того соседа, который не производит платежи. С проблемными жильцами работает наша организация через институты судебные. Новый лифт отвечает всем требованиям безопасности и энергосбережения. Также для пенсионеров и малоимущих имеются льготы. Кроме того, в течение всего срока подрядчики будут ремонтировать и обслуживать крутоподъемник. А также по программе модернизации ЖКХ-2020 будет проводиться замена кровли, инженерных коммуникаций и модернизация подъезда. Алина Акбаева, Владимир Ванюк, 5 канал.